Всем привет, это новая часть юзер арбуза. Я уже записываю на другом серваке, IP я на него оставлю в описании, так что вы можете тоже подключиться. Ну а теперь к делу. В этом ролике я решил открыть свой ресторан под названием «Отрыжка судьбы» и представить мне финальный вариант своего меню, которое будет впоследствии дополняться. Чтобы узнать, что же я такого из ингредиентов использую в своем меню, вы можете посмотреть новую серию юзер арбуза. Но перед этим я скажу, что я играл на сервере «Мафия РП», айпишник, группу ВК я оставлю в описании, а также сделаю вам свой промокод, который называется «Серебро петух». Вы его вводите и получаете плюшки на серваке. Ну а теперь всем приятного просмотра. Какого ты хуя делаешь? Итак, в качестве первого блюда я подаю отбивную из долбоеба. Не спорю, блюдо достаточно распространенное, тем более в Dark RP, но все равно оно от этого менее интересным не становится. Вообще, я упорно отказываюсь понимать, почему школьники вот эти дебилы на полицейских, которые совершенно не знают правил игры за эти профи. Я вам объясню, профессия полицейского требует намного больше знаний правил, чем какой-нибудь даже пресловутый бандит. Но они все равно берут мента, берут ствол в руки, бегают, размахивают, стреляют по всему, что захочется, ведут себя вообще как хотят, а потом не понимают, за что им дают пиздюлей. Что ты делаешь? Ну вот, получается, оружие достали, не суть. Вот, видят человека, он бежит просто и стреляет в него вообще без причины, потом ставят его лицом к стене, начинают отсчитывать там за... Обыскивать. Из-за того, что, ну, причина обыска какая. Похоже на того человека, который нападал на мэра. Чем похож? На мэра. Чем похож? Лицом. Ну, а что ты его сразу не расстрелял из гранатомета-то, да? Ебать смешно, пиздец, пацан. Это фридамаг. Потому что можешь логи посмотреть нанесенного урона и глянуть. Он просто так стрельнул в него без причины вообще. Я просто не хотела попасть, я хотела, типа, напугать, чтобы он точно стянулся. Зачем ты его пугать хотел? Он от тебя убегал, он тебе навстречу шел вообще-то. Ты и так бежишь на него с оружием. Чем ты его напугать еще решил? Напугать хотел. А че ты на него не начал бежать и кричать? Тогда б точно он уже обосрался, думаю. Такая у меня была логика. Да логики как таковой вообще нет. Ну, отбит не отбит. Но именно мой персонаж отбитый. А какого черта ты за отбитого играешь в ФСБ? Защищать. От кого ты защищаешь? От безоружных граждан? Охуеть защита. Спасибо за разбор. Можешь меня обратно в центр города закинуть? Видит только Герл Слив. Бля, что за ебаные вот эти тексты? Видит только. Я их вижу тогда, какого хуя? Напридумывают всякой хуйни себе. Разговоры, блядь, по ННРП. Тексты, которые якобы должен один человек видеть. Пиздец. А что вы третесь в... Оху... А теперь еще раз. А что вы третесь в... Оху... Извините, давайте по новой, я забыл добавить монтаж. А что вы третесь в... Оху... Ты предложение сформулируй сначала, прежде чем быковать. Фиксируй за туп. Вы у меня хотите... Претензию сначала сделай нормальную, а потом доебывайся. Бля, тупи, пиздец. Хорошо, я пошел по своим делам. Вот, купи себе телефон и подпишись на канал Мистер Беммер. И всем привет, с вами Дар. И сегодня мы будем печатать... И сегодня мы будем показывать, как зарабатывать ДиКиевы. Вот я заработал тысячи тысячи снуков, потому что я всю ночь рубился бабу квас. Ребят, кто-нибудь скажите ему, чтобы он компьютер, блядь, включил перед стримом. ДиКиев, ты должен либо... ...покатить... ...покатить... ...это видео не скрипит... ...позвонишь в поле... Один хуй компьютер выключен, а ты стоишь, пиздишь. Надо бы маск включить, блядь. У меня включен. Кстати, да. Я видел все ролики, дизлайки поставил. Какие-то ютуберы пошли нестрессоустойчивые. Я монитор украл, я монитор украл, убегаю. Не вари. А вот это, кстати... Ой, ФирРП, прикол. Стой, 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 стой. Ничего не делайте, полиция, полиция. Ничего не делайте, на него есть управа. Да не-не-не, все, это ФирРП, забирай на крыше, дурочка этого. Так, как его там... Не знаю, но он ютубер какой-то оказывается. Ну, ты признаешь ФирРП свою? Да. Заебись. Мир будет чище без твоих. Ну, чтоб обострался. Это последнее видео ютубера перед его уходом на нары. А, это канал Скрипача, пиздец. Это же его канал. Кто такой вообще, что ты тут делаешь? Вы только по дому выйдите все. Это ты что здесь делаешь? Выдите. Лучше я тебя в заложников держу. Лучше я тебя в заложников держу. Бля, можешь тебя вывести вперед ногами отсюда, слышишь ты? Теперь это наш дом, у нас теперь Бладхата, ребята, обустраиваемся. Обустраиваемся, пацаны, у нас Бладхата. Начинай строить стену, делай, вот здесь вот. Подождите, дайте я расскажу ситуацию. Я видел, какая-то человек вся наручники этого человека еще в нем не встал. Это твой сожитель теперь новый. Знакомься, это Федор. Это Федор, знакомься. Вот и на шестой минуте подоспела мое второе блюдо, которое называется сатей из недозрелых овощей. Как видите, я приманил школьника-долбоеба и снова, снова, снова на полицейской профессии. Он банально не знает, как пользоваться оружием, как нужно разгонять людей при такой ситуации. Он просто взял ствол и начал размахивать им направо и налево. Я презираю абсолютно каждого подобного ребенка, который играет в Дарк РП на профессии мента и не знает банальных правил, не читает их, просто вот заходит, ну да, я могу обыскать гражданского, посадить бандита, защитить мэра, пойти посажать людей в комендантский час. Это его максимум. Он больше ни на что не способен на этой профессии. Я, сука, их ненавижу всеми клетками своего сраного тела. Я хочу просто, ребят, понимаете, до чего это дошло? Если я вижу школьника на полицейской профе, я сначала хочу узнать, как он правила хорошо знает, прежде чем за нее играть. Если он не знает правил банальных, просто, сука, ему перму выдать за то, что он просто взял эту профу и не знает правил. Вот до такого уже дошла моя ненависть к детям, которые играют на ментовских профах. А че ты стволом размахиваешь? Я не могу понять, повод какой-то есть для того, чтобы угрожать оружием или че, бля? Ладно, окей, подожди, я сейчас уйду, две секунды мне дай. Я сейчас пойду мэржаловаться. Я сейчас пойду мэржаловаться. Ну все, это пиздец, парень, это попадос, это попадос. Че ты хочешь? О, давай, ну давай, 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 давай. Отойди. Давай, продолжай. Я отойду, я отойду, без проблем, только ты потом отлетишь. Значит так. Для начала, здравствуйте. Короче, у меня жалоба на нон-рп. И удар с танстиком без особых на то причин есть в правилах? Обговаривается как-то? Вообще-то нон-рп. Ага, нон-рп. Ну а с танстиком удар? Меня 10 хп задамажили, это фридамаг. Только, блядь, не надо, пожалуйста, в этот раз писать то, что слишком душно, очень душно. Сука, нарушение есть нарушение. Мне отняли хп, мне начали просто так угрожать оружием. Пацан нарушил, причем тут душно-недушно, блядь, душно, открой окно, пусть сквозняк в комнату зайдет. А мне эту хуйню не пишите, пожалуйста. Фридамаг. Фридамаг, да. Как бы я начинал. Я не договорил, я не договорил еще. Попите территорию. Я не договорил, ты русский понимаешь, язык нет? А я не из русских, я русскоговорящий. Мне похуй, какой у тебя родной язык, на каком-то языке говоришь. Заткнись, пока я разговариваю, блядь, что ты умничаешь, я не могу понять. Тебя на разборке позвали, ты два правила успел нарушить за 10 секунд. Два правила нарушены, но НРП. Нас там было четверо человек, получается, в квартире. Я не понял, как они все зашли. Меня, получается, как я там оказался, меня тэпнул администратор. И поскольку я там был еще до предыдущей жалобы. И меня ретернули, я там оказался. Пацан начал на панике просто звать полицейского. Вместе с полицейским зашли еще несколько человек. И началась какая-то странная хуетень. Я, правда, не понял, в чем прикол. Я по угару сказал битмайнеру, что он тут теперь может жить, обустраиваться, строить стену себе, чтобы отгородиться. Битмайнер пошел строиться. Полицейский начал, короче, из себя героя включать. И достал ауг, начал просто горожанам, блядя, угрожать аугам. Какого хуя, они никакой опасности не представили. Никто никому никаких угроз не делал, ничего. Он просто достал ствол, потому что у него есть оружие. Позже он убрал оружие, потому что понял, что дело пахнет жареным. И достал станстик. В итоге, все-таки не с ауга меня задамажило, а со станстика. Типа, молодец, пацан. Я говорю, пока без оружия, покиньте всю территорию, пожалуйста. Они нахер не уходят. А ты их нахер не посылал, чтобы они туда уходили? Потом я подумала, если прикрыть их оружие. Но они все равно не уходят, потому что я их прошу выйти из территории. Они все равно не уходят. Стоп, а ты в курсе? Стой, я тебя перебью, у меня вопрос. Ты в курсе, как вообще? По какому алгоритму и порядку действий полицейский применяет оружие? Ты примерно понимаешь вообще, как полиция действует, скажи мне? В таких ситуациях. Она бы взяла биту, как я бы. Биту, блядь, полиция с битой ходит, да? Короче, ты не знаешь, нихуя, как полиция действует в таких вопросах. Она, я тебе расскажу на будущее, я тебе совет дам, если ты собираешься дальше за эту профу играть. Хоть я тебе очень и не советую. Она сначала хотя бы предупреждает об этом, если не видит как таковой опасности. Там 3-4 челика были, никакой опасности, ноль, блядь, вообще. Ты берешь ствол, достаешь, машешь им, потом берешь и сбиваешь, отнимаешь хп у другого гражданского просто дубинкой. Потому что, ну ты можешь так, у тебя есть дубинка, ты можешь ей помахать. А потом оправдываться, что ты хотел напугать. Ну да, ты напугал, отнял хп, разогнал людей, нарушил два правила. Тебе удалось столько хуйни за условную минуту натворить, сколько не сделает ни один тупой школьник на Дарк РП за час игры. Если он будет примерно как-то более-менее правила знать. Молодец, тебя поздравляю. Профа мента априори требует больше знаний правил, чем за какого-нибудь условно мафию. Будь ты за мафию сделал бы ты такую хуйню, я бы еще более-менее к этому лояльно отнесся. Потому что, ну, типа мафия может быть там вообще отбитые люди наглухо, которые могут махать стволом абсолютно, когда им захочется. А тут мент, блядь. Он людей защищает, а ты в итоге пиздишь их палкой. Просто так. Потому что ты можешь. Ты нихуя не знаешь, как за эту профу отыгрывать. Зачем ты ее берешь? Они не покидывали территорию. Смотри, если бы ты был у полиции... Да я не был бы полицией, я правил, не знаю игры за ментов. Поэтому я их и не беру. Я проще живу немного, чем ты. Да сука, он еще оправдывается. Да ебаный в рот ему столько раза. На все его косяки ебаный в рот указались. Да сколько можно оправдываться? Ну скажи то, что ну съебланил немного. Может тебе даже срок бы скосили. На 10, не знаю, минут может быть. Слушай, стоп, у меня вопрос. А там же есть ударить без урона и ударить с уроном? Да, имеется. Охуенно. То есть он намеренно мне дамаг нанес. Пиздец полицейский у вас. И все, я выхожу. Вы согласны с вердиктом, который против вас? Да он не знает, что такое вердикт вообще, блять. О чем речь? Он не знает правил, он банально их не знает. О каком вердикте может идти речь? Ты согласен с тем, за что тебе пизды дают? Вот так проще будет ему понятней. Если бы ты был полицейским, я не говорю, может ты всегда будешь. Да я не хочу идти в полицию, у меня две судимости в реале. Долбоеб совсем что ли? Что ты несешь вообще? Короче, этого дебила непробиваемого наказали. Дали ему бан. И он на тот момент уже сидел отдыхал. У меня просьба огромная. Я стал чаще заходить в Гаррисмод. Особенно в Дарк РП режим. И я естественно сталкиваюсь с нарушениями. Вот может быть даже так, что кто-то из вас мне, зрителей может быть попадется. Но если есть реально по факту нарушения, я может там предоставлю какие-то доказательства. Но не оправдывайтесь. Но если есть нарушения, скажите, ну да, вот так вот, вот так вот. Я лично буду постоянно просить администратора снизить срок. По возможности, если там правила сервака это позволяют, если администратор более-менее хороший, адекватный. Я постоянно буду говорить, типа, ну вот он нормально признался, сделаем ему чуть меньше. Я не топлю тут ни за какие перманенты, за какой-нибудь там нон-РП, нет. Я просто топлю за то, чтобы челик вот нарушил, пусть признает это, и ему чуть сделают наказание помягче. Ну там никакие не перманенты, чтобы он там, например, не сдох в муках, пока сидит в бане. Нет. Я вот, ну просто вижу нарушение, я подаю жалобу, объясняю все как есть. Если нужно пруфы дать, я их даю, потому что у меня демка в этот момент пишется постоянно. Может быть, дам скрин. Но я всегда нормально, адекватно объясню, если вы тоже себя адекватно ведете. Нет же, вот это вот животное, оно сидит на протяжении пяти там или десяти минут. Не помню, сколько разборка длилась, но очень долго. Он сидел, оправдывался, все, сука, это время. Он ненормальный, блядь. Он вместо того, чтобы не тянуть наше время, сказать, ну да, вот, ну то есть такое. Он сидел мне вопросами заваливал, а если б ты был полицейским? А вот я не просто так на самом деле оружие достал. Ну заебал уже, реально, у меня уже нервов не хватает на них. Ну и напоследок сегодняшнее блюдо, токсичный гарнир из уебана. Это самый, как мне кажется, такой смешной и показательный одновременно пример по тому, как не нужно себя вести на разборках. Вот это пиздоглазая мудила на профессии полицейского, сука, почему мне сегодня на них так везет, я не понимаю. Он просто увидел надпись «Комендантский час» и ходит, всех просто так вот заковывает наручники, задает кучу ненужных вопросов. И потом в итоге нарушает правила. Ебанутый осел. Вот просто ебанутый осел. Я никак по-другому не могу его назвать. Зачем я от тебя убегать? Я человека... Понял тебя. Ну, есть такие люди. А зачем пьете меня, да? Сейчас поговорим, две секунды, сейчас поговорим. Люди, ну, что ты хочешь мне, человек, мне нужна помощь, даже от меня, пожелай, нажимай, 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 нажимай. Сейчас, подожди, сейчас, да нет, зачем выбираться, днем-то вас. Давай, да, завяжи мне глаза, не могу развивать, рот давай, молодецники. Да подожди, ты, алло, я не могу тебя развязать, развяжись, пожалуйста. Да и нехуй было меня завязывать, все. Все, я сейчас админа жду. Господи, ты еще гонишь? Нет, это ты гонишь, видимо. О, вот он, вот он, вот он, вот он. Админ! Есть! Админ тут вас вызывает. А, вон админ. Админ, стой, вот этому человеку надо помочь. Админ, стой, вот этому человеку надо помочь. Я, блядь, молчи, нахуй. Че, админ или че, ахули, ты залупаешься? Ого, какой ты в ее бессты. Просто охуевшая тупая обезьяна, которая сходу на разборках начала в меня кидаться своим дерьмом дарк рпшным. Ты ебанат, у тебя наручники были не для того, чтобы заковывать людей направо и налево, что ты именно делал минуты две назад. Вы видели абсолютно вот точно, как я стою перед ним, я никуда не убегаю. Он просто меня остановил, заковал в наручники, привязал к стене, завязал по 10 раз и развязал глаза, рот и уши. Я не понимаю, я в фильм 50 оттенков серого попал или что? Нахуя надо мной так издеваться? Что ты, блядь, хотел мне, как меня-то удержать хотел? Мне достаточно было, что ты меня просто остановил, потому что комендантский час идет. Не нужно было меня завязывать, а потом оправдаться, что у тебя наручники залагали. Идиот. Мало того, что он нормально себе навыбивал нарушений буквально за несколько секунд, так он еще сходу начал себя вести реально как примат. Он начал кидаться с оскорблениями, затыкать, посылать нахуй. Хотя вы видели, что я в тот момент, когда меня заковали в наручники, вел себя достаточно адекватно. Хотя, я бы мог вполне спокойно рассказать, что я делал с его домовой книгой и какое блюдо готовил с его мамой на этих выходных. Но пацан меня сам первый спровоцировал, так что смотрите, что будет дальше. Где нахуй? О, слышишь, Магор, ты... Ничего, ничего. Бля, ты видел, у тебя книга Гиннесса, есть смотри, говорящая говно, блядь. Нихуя себе. Ой, блядь, господи, тебе пока куда унижать. Смотри, короче... Да ты с этим сам вполне неплохо справляешься. А ты несколько раз это делал. Ты по приколу это, видимо, вытворял. Я развязать... Я развязать... Меня, получается, заковал в наручники, стоял мне, завязывал глаза. Мне кажется, это не совсем нормально. Алло, если вы два друга, не надо между собой там как-то... Я впервые на сервере играю, какой друг? У меня нет друзей. Смотрите, я вам заметила, нарушение права не так от поведения на разборку. Из-за этого я уже могу вам... Слушай, ну я жалобу подал. Естественно, будет человек с моей стороны, потому что я потерпевший. Это ты, блядь, и себя тут так устроишь пиздец. Меня завязали, блядь, ебать. А, ну так мне реально завязали глаза без причины, заковали в наручники. Как будто я тебя пытать начну. Да я тебя не мог снять с наручников, блядь. Так это твоя проблема, раз ты не умеешь правильно пользоваться наручниками. Я тут при чем? Почему я аутист? Смотри, я тебя завязал, да? То есть, руки из жопы у тебя, а аутист я в конечном итоге. Нихуя себе справедливость. Позови сюда, анимешник. Я жалобу подал, принял. Жалобу вот этот администратор с ним, стой, разбирайся, кого ты дальше еще хочешь звать. Спасибо. Ну добавляй, рисуй срок. А что тебе нужно? Что тебе нужно, Робля? Робля имеет право заставить, а не как-то мешает тоже жалобе. Нужно увидеть строчку ему в чате, где тебе дают пизды, вот что ему нужно. А вы где? Не твоя же жб, блядь. Ты не должен вообще никак. А что ты тогда другого администратора зовешь, если это тоже будет не его жб? Ну, подожди. Подожди, это уже другое, да? Это уже все, не считается. О-хо-хо, неделя, пидорасы. Жестко, жестко, жестко. Все, и вы довольны с жалобой? Да, все отлично, спасибо. Спасибо.